Здравствуйте! На телеканале Россия Вести Татарстан о самых заметных событиях этого дня расскажут мои коллеги и я, Лилия Галимова, в этом выпуске. Последний взят под стражу. В Казани арестовали единственного остававшегося на свободе из севастопольских. И молоко, и мясо, как фермеру из Тетюшского района, удается развивать бизнес на селе. Инициатива финансируема. Владимир Путин предложил создать фонд по поддержке интернет-инициатив. Сила духа и характера, как сильнейший Батыр, стал еще и сильнейшим пожарным. И итальянцы в России, Рубин, готовятся ко встрече с миланским интером. Сегодня в Казани арестован Радик Юсупов. Он известный по кличке Дракон, был единственным из банды севастопольских, до сих пор остававшимся на свободе. Наручники на него надели в зале суда. Напомню, в прошлом году Радико Юсупова приговорили к 8 годам колонии. Это решение он пытался оспорить, но приговор устоял. Пресс-секретарь Верховного Суда Республики Наталья Лосева сообщила, что отбывать наказание Юсупов будет в колонии общего режима. Суд над севастопольскими СМИ назвали процессом века. Банда десятилетиями влияла на криминальную ситуацию в Татарстане. Первый приговор прокуратура обжаловала, как слишком мягкий. Другим темам. Большая семейная ферма в маленьком селе. И такое возможно. Примером тому Дамир Шайдулов из Титюшского района. Он воспользовался республиканскими льготами и построил высокотехнологичную ферму. И все на плечах всего-то пяти человек. Мой коллега Дмитрий Фторов побывал у сельского бизнесмена. Бездорожное, техническое осталось и отсутствие денег на расширение производства. Для Титюшского фермера Дамира Шайдулова все это уже в прошлом. В агропроме он не новичок, поэтому решил открыть свое собственное дело. По республиканской программе развития семейных ферм взял кредит и создал свое крестьянское фермерское хозяйство. В небольшом комплексе сегодня 129 голов, в том числе до полусотни дойного стада. Корма раздача тоже механизирована, то есть без ручного труда, как раньше было. Трудности риски есть, но мы не боимся, поэтому идем вперед. Современные технологии доения и бережливость сказываются и на себестоимость продукции. Здесь трудится всего пять человек. Тракторист, бухгалтер, скотник и доярка. Точнее оператор машинного доения. Ну сейчас легко, конечно, доится. Аппараты таскать не надо, ведры. Хорошо. Пока в виде кредитов ежемесячно приходится выплачивать до 300 тысяч рублей. Единственное, что пока не радует, это низкие закупочные цены на молоко. Но по расчетам за пять лет проект должен окупиться, убежден Дамир Шайдулов. Детально поговорить о проблемах фермерства он рассчитывает на одном из тематических зональных семинаров. На следующей неделе они пройдут в Ново-Шишминске, Высокогоре и Альметьевске. Дмитрий Фторов, Алмаз, Хасанов, Ильдар Сафиулин, Вестия, Татарстан, Тетюшский район. Креативному классу помогут. Сегодня на заседании Наблюдательного совета агентства стратегических инициатив Владимир Путин предложил создать фонд для финансирования интернет-проектов. В совещании принял участие президент республики Рустам Мениханов. Речь о тех разработках, которые имеют высокую социальную ценность и предполагают решение важных общественных задач. Главное, чтобы авторы инициатив были готовы реализовать их именно в России. Мы ищем вместе с вами источники наполнения этого фонда. Короче говоря, нам нужен финансовый источник для того, чтобы обеспечить рабочие места тому креативному классу молодых людей, которые хотят и могут работать. Помимо этого, на заседании были рассмотрены еще несколько инициатив. Профессиональная команда уже разработала много интересных вещей, которые мы воплощаем в республике. И в том числе, даже сегодня мы два проекта внесли. Они очень таки судьбоносные. Один проект связан с ресурсными центрами. Ведь подготовка специалистов – это главный вопрос. Мы хотим отработать типовой проект, а потом уже тиражировать. И второе – это медицинские стимуляторы. Ведь весь мир уже активно использует, а у нас пока дорогие оборудования не позволяют это делать. За успешную реализацию нацпроекта «Здоровье» Татарстан получит дополнительные деньги из федерального бюджета. Больше миллиарда рублей потратит на оснащение, модернизацию и ремонт больниц. Об этом стало известно сегодня на совещании в режиме видеоконференции, который провела заместитель председателя правительства России Ольга Голодец. На совещании обсудили также вопросы дальнейшей реализации нацпроекта и региональных программ в этой сфере. Снизить тарифы и переоснастить объекты энергосистемы позволит сотрудничество Татарстана с компанией Ростехнологии. Такое соглашение подписано сегодня в Доме правительства. Как заявил Эльдар Халиков, документ предполагает сотрудничество в сферах энергосбережения, энергоэффективности и совместное участие в инвестиционных проектах по строительству, модернизации и реконструкции предприятий. Способы борьбы с рейдерством обсуждали сегодня в Казани на конференции антикоррупционного комитета республики. На встрече собрались представители бизнеса, общественных и государственных структур. В последние полтора года обращения татарстанцев по данной проблеме участились, поэтому специалисты организации решили рассказать о методах противодействия рейдерским захватам. Участникам раздали специальные памятки, как действовать в подобных ситуациях или предотвратить их. Привели примеры, в частности говорили о рейдерстве земельных участков, коммерческих предприятий и даже захвате целого коттеджного поселка под Казанью. Это все делается для того, чтобы мы лицезрели и видели, мы это общественность, лицезрели и видели о том, что действительно государственные органы проводят защиту мероприятий, защиту именно граждан, защиту предприятий и граждан по поводу рейдерских проявлений. И я хочу это доводить до общественности. Казанцы продолжают бороться за зеленый рекорд. Вот сегодня к акции присоединились сотрудники одной из крупнейших компаний. Озеленяли они две улицы возле автозаправочных комплексов. Чтобы попасть сюда, эти 50 елей 5 часов провели в дороге. Деревья привезли из Альметьевска. Теперь их судьба в руках сотрудников ОАО «Татнефть». Благодаря им еще две улицы возле автозаправочных комплексов стали зеленее. Заправщики, операторы, мастера за лопаты взялись 50 сотрудников компании. Сейчас оптимальное время для посадки деревьев высотой от 2 метров. То есть мы сажаем большие деревья, такие пышные. Для них сейчас оптимальное время. Соблюдаем технологию, наливаем воду, делаем обваловку, сажаем на совесть. Глубина ямы около 70 сантиметров. Радиус 1 метр. Посадка проходит по определенным нормам. Деревья высаживают в мешковине, чтобы корневища при транспортировке остались целы. Таким образом озеленили уже около 40 заправок. Положительные изменения успели оценить клиенты. Нечего греха таить, что на самом деле немножечко не хватает зелени в городе. Парков, скверов. А то, что высаживается и то, что мы видим сейчас, это актуально, я не знаю, вдвойне, втройне. Потому что это наша экология, наше здоровье, здоровье наших детей. И плюс это делается абсолютно грамотно вдоль дороги, где проезжают машины. Высокий трафик, я думаю, это очень здорово. Это, во-первых, и приятно, и на здоровье, и, как известно, зелень поглощает всю вот эту вот энергию. И чем больше мы будем, конечно, рассадить, тем всем будет лучше. На достигнутом сотрудники компании останавливаться не собираются. Зеленый марафон продолжится и дальше. Посадка деревьев продлится до тех пор, пока позволяет погода. Карина Насрудинова, Илья Савельев. Вести Татарстан. Ильсуру Медшина переизбрали. Сегодня на заседании Политсовета Казанского отделения Единой России его вновь избрали секретарем. Выборы проходили на альтернативной основе. В списке было три кандидата. В итоге мэр столицы набрал большинство голосов. 196. На заседании Политсовета он раскритиковал депутатов Казгурдумы. Некоторые ни разу не провели прием граждан и поставил задачи перед коллегами. Жизнь на сегодня настолько стремительно меняется, что мы должны соответствовать ей ежедневно. И в каждом микрорайоне, даже Казань, несмотря на то, что это не Москва, вопросы дербышек и вопросы, допустим, десятого микрорайона, они разные. И мы должны соответствовать всем вызовам и всем требованиям, которые ставит перед нами жизнь, которые ставят перед нами наши казанцы. Партийные форумы проходят и в районах республики. В Тетюшах избрали делегатов на республиканскую конференцию, а постсекретаря местного Политсовета вновь доверили Тетюшскому главе Валерию Чершинцеву. Лучший пожарной страны живет в Нижнекамске. За это звание боролись 8 региональных центров. По всем показателям молодых бойцов обошел 52-летний Яков Тазов. Он продемонстрировал блестящие знания теории и в упражнениях пожарно-прикладного спорта не оставил никому шансов. Алмаз Хакимов встретился с тем, у кого каждый день проходит как в бою. Жим ногами ему дается легко. И то, что на тренажере нагрузка в 270 килограммов, никого не удивляет. В свои 52 года Яков Тазов показал, что он в отличной форме. Но могу, вот гимбельский уголок мы обычно раньше в армии делали на одной руке. И сколько так можете? Я не знаю, не считал. 15 лет назад эти скромные результаты в спорте, шутит Тазов, помогли найти ему работу в пожарной части. Да к тому же в непростой. Подразделение охраняет территорию крупнейшего предприятия Нижнякамснефтехим. Были случаи, когда Якову и его коллегам приходилось рисковать жизнью. Профессия пожарная, это, как кто-то говорил, что это как в бою каждый день. Дух поднимается, прямо этот. Словами не передать, наверное. Это самому надо ощутить. Хотя это лишь и учение, все действия приближены к реальным событиям. На полигоне промышленного предприятия «Пожар» горят нефтепродукты. Первым на место прибывает отряд Якова Тазова. Натушение 3-4 минуты. После на разборе полетов учением ставят положительную оценку. Сомнений в успехе операции не было. Ведь в их отряде служит Яков Тазов, лучший пожарной России. Алмаз Хакимов, Илья Савельев, Ильдар Сефиулин. Нижнякамск, Республика Татарстан. Гений сидит в каждом ребенке. И, возможно, в тех, кто сегодня побывал на выставке «Гений да Винчи». Ее организаторы решили пригласить на экспозицию воспитанников детского дома. Ведь среди экспонатов есть и такие, которые трогать руками приветствуются. Вместе с детьми выставку оценила и Алина Хусаинова. Мост без единого гвоздя, водолазный костюм и прототипы современных вертолетов привлекли внимание детей. Даже те, кто не знал о да Винчи, увлеклись экспозицией. Здесь правило руками не трогать не работает. Можно не только потрогать, но и попробовать поработать на станках и заглянуть внутрь механизма. Мне выставка очень понравилась тем, что Леонардо был очень необыкновенный человек. Он видел то, что другие не видели. Он опередил свое время. В каждом скрыто много талантов, но доказать это на собственном примере удается не каждому. Гений Леонардо да Винчи – вершина недостижимая. Но это не повод оставлять попытки ее достичь. Это и есть главная идея выставки. Выставка «Гений да Винчи» – это прежде всего культурно-образовательный проект, который задумывался для того, чтобы рассказать детям, одна из его целей, рассказать детям, подрастающим поколению, что гений живет в каждом из них. В самом начале своего пути Леонардо да Винчи не знал, что он будет великим изобретателем. Экспонатов множество, но центр – самое знаменитое произведение искусства в мире. Мона Лиза у маленьких посетителей вызвала бурю эмоций. Когда они поутихли, посыпались вопросы. На каждой дети получили ответ. В отдельном зале шедевр разложили на слои, начиная от карандашного эскиза. Так что Джаконда приоткрыла свои тайны. Но главная ее загадка, конечно, осталась неразгаданной. Алина Хусаинова, Равкадзиединов, Вести Татарстан. Миланский «Интер» вновь в Казани. Уже сегодня в 9 часов вечера на центральном стадионе «Рубин» сразится с одним из сильнейших клубов Старого Света. Обе команды обеспечили выход в плей-офф Лиги Европы. Тем не менее, победа в очном противостоянии решит главный спор. Кто же займет первое место в группе «Эйч». Специалисты считают, что у казанского клуба шансов на итоговый успех больше. Ведь накануне главный тренер «Рубиновых» Курбан Бердыев признался, что обойдется без экспериментов с составом и выпустит на поле только лучших. А вот рулевой «Интера» Андреа Стромачониев в столицу Татарстана привез резервистов. К сожалению, у «Интера» много травмированных. Мы играем через два дня на третий. Поэтому я вынужден был дать целому ряду футболистов отдохнуть. Но это не означает, что мы относимся к завтрашней игре несерьезно или без должного уважения. Курбан Бердыев – один из лучших тренеров Европы. Просто на поле вы увидите другой. Молодой «Интер». «Интер будущего». Сейчас узнаем о том, какая погода нас ждет завтра. В «Барсавто» месяц беспрецедентных скидок на обновленные «Пежо 308» с автоматической трансмиссией. Вас ждут ценные подарки. «Барсавто» 204-400. В «Модной семье» модные ответы на все вопросы. Ждем вас по адресу шахиди 17. 23 ноября в Татарстане облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер западный и умеренный. Температура ночи 0,5. Днем от 4 тепла до 1 градуса мороза. В магнитном поле Земли прогнозируется буря. Метеозависимым людям следует обратить внимание и на повышенный фон атмосферного давления. 764 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 75-80%. К этому часу все новости. Далее федеральные вести, итоги дня у Олега Софиканова в час ночи. Я вам желаю хорошего вечера, хорошего футбола. Берегите себя. Увидимся на канале «Россия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова